Сегодня в пол пятого утра на севере большого города огонь поставил финальную точку в своем черном при черном блокноте выходного дня. Вдоволь накуролесившись, пламя в преддверии нелегкого понедельника перемахнуло через забор коллективного сада Надежда, который спрятался в березовой роще на семи ключах. Четыре с половиной часа коллективная Надежда корчилась в огне и дыму на двух сотках густонаселенной Екатеринбургской земли. Когда рассвело, на пепелище были обнаружены остовы трех сгоревших до тла автомобилей, один из которых при жизни напоминал Волгу 24-й таксистской породы, второй цельнометаллический фургон, а третий лифан, или в переводе с китайского «идущий на всех парусах». Этот надеждинский лифан, похоже, под утро налетел на огненосный риф. В общем, оказался жертвой огненного кораблекрушения. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горит два садовых дома на дворные постройки на площади приблизительно 200 квадратных метров. Пострадавших, погибших не обнаружено. Говорят, Надежда умирает последней. И сгорает тоже последней у пересохшего ручья, которому, к тому же, не пройти, не проехать. Пожарный водоем в этом саду имеется, но к нему, к сожалению, с этой стороны никак не подъехать. То есть, возможности установить на пожарный водоем не было. В эту ночь пожарный водоем возле колсада, как назло, оказался сухим. Утром без пяти, девять, пожар в коллективном саду удалось таки потушить. У екатеринбургских садоводов этой весной просто полная непруха. То снег в апреле, то майская жара, переходящая в гиену огненную. Продолжение следует...